В эфире программа День города. В студии Наталья Новикова. Здравствуйте. Вот некоторые темы этого выпуска. Права и свободы. Сегодня в России отмечают День Конституции. Прогресс не стоит на месте. Не миновали современные технологии и сферы оказания госуслуг. Концы в воду не спрятать. Рязанский водолаз признан лучшим в области. 12 декабря в России празднуют День Конституции. Основной закон был принят в 1993 году на всенародном голосовании. Официальное вступление в силу главного документа страны произошло в день его опубликования 25 декабря. Спустя год президент России Борис Ельцин объявил 12 декабря государственным праздником Днем Конституции. Об отношении рязанцев к празднику расскажет Анна Герцовская. Прохладным морозным утром многие рязанцы не задумывались над тем, какой сегодня день. Для того, чтобы выяснить знания горожан о центральном документе страны, наша съемочная группа задала им несколько вопросов, ответы на которые можно найти в Конституции. Здравствуйте. Вы знаете, какой сегодня праздник? Нет. День Конституции. Я очень рад. Когда появляются основные права и свободы человека? В каком возрасте? В 14 лет. А с рождения он не имеет прав и свобод? Не, имеет. День Конституции. Отлично. Что вы из нее помните? То, что она соответствует, по-моему, всеобщей декларации в какой-то степени, а так не особо. Государство что должно предоставлять? Чтобы Конституция была соблюдена. С институтами власти, полицией, судом. Вы знаете, какой сегодня праздник? День Конституции. Единственное, кто на это ответил. А субъекты Российской Федерации можете перечислить, какие у нас есть? Нет, не могу. В область? А, ну области, районы, потом населенные пункты, наверное, какие-то, села, деревни. В Конституции обозначено, что Россия состоит из республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов, равных субъектов Российской Федерации. А вот вы можете ответить на вопрос, из каких субъектов состоит Российская Федерация? Перечислите. Нет, к сожалению, тоже не могу ответить на этот вопрос. Вы не знаете, что есть край, область, автономный округ? Знаю. Но я не знал, что это субъекты. Знание Конституции необходимо самим гражданам. В ней говорится именно об их правах и свободах. Обязанность же государства признавать, соблюдать и защищать эти права и свободы. Конституция является ядром всей правовой системы России и определяет смысл и содержание других законов. В целом, 12 декабря раньше считалось одним из самых больших праздников. Этот день являлся официально выходным. Однако, в 2004 году праздник был причислен к памятным датам. Несмотря на это, 12 декабря по всей стране в образовательных и культурных учреждениях проходят уроки правоведения. Круглые столы, тематические презентации, выставки и другие мероприятия, привлекающие людей к просвещению в сфере законодательства. Для того, чтобы взаимодействие граждан и государства было более слаженное. Так что, если кто-то до сих пор не ознакомился со основополагающим документом России, не поленитесь как-нибудь на досуге это сделать. И несмотря на то, что сегодня рабочий день с праздником. В России существует множество интернатов и детских домов. И когда человек хочет помочь ребенку, который находится в трудной жизненной ситуации, первое, что приходит на ум, это подарить подарок. И что не может не радовать, подарки им действительно везут. И часто дорогие и хорошие. А некоторые подарки вообще бесценны. Организаторы проекта «Сила знаний» дарят ребятам, возможно, путевку в жизнь. В Рязани стартовал благотворительный проект «Сила знаний», который по своей сути является уникальным. Он направлен на то, чтобы дать детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации, возможность быть востребованными и найти себе применение в жизни. Так, первый запуск проекта заключается в том, что интернат посещают преподаватели Рязанской робошколы. Они обучают детей основам робототехники, инженерной работы и компьютерным навыкам. Уже несколько месяцев, два раза в неделю преподаватели ездят в один из самых отдаленных от города интернатов. И в буквальном смысле дарят знания. Ребята, у которых нет возможности посещать кружки, развивающие центры, по-настоящему увлеклись конструированием роботов. Нравится ходить, Денис? Да. Что, инженером тоже хочешь быть? Да. Что собираешь? Вот. По задумке организаторов, после окончания девятого класса ребята смогут найти себе применение. Например, найти работу в интернете или продолжить постигать инженерную специальность. В дальнейшем организаторы планируют привлечь еще несколько направлений. Танцевальные кружки и школа английского языка уже готовы принять участие в проекте и заниматься с детьми из коллекционных школ и интернатов. Возникла идея, что самое главное, что им не хватает именно в этом интернате, вообще в удаленных интернатах, что у них нет только возможности, как у городских ребят. То есть суть, чтобы ребята, мы считаем это правильно, чтобы ребята после этих учреждений могли быть востребованными. Ведь это самое главное, быть в жизни нужным, найти свое призвание, быть нужным в обществе. Мы живем в обществе, без этого никуда. И эти вот ребята, ну и многие сейчас интернаты, у которых образование стоит не на таком высоком уровне. Многие такие учреждения находятся в сельской местности. И там попросту нет специалистов и людей, увлекающихся и готовых увлечь за собой детей. Тем самым дав им толчок для саморазвития и продолжения обучения. Технологии не стоят на месте. В частности, развитие в последние годы коснулось и таких бюрократических моментов, как получение документов. Теперь в этой сфере действует портал госуслуг. В МРЭО ГИБДД МВД России Призанской области наша съемочная группа убедилась, насколько это удобная процедура. Обменять водительское удостоверение, получить международные права, зарегистрировать транспортное средство. Все эти процедуры, с которыми каждый человек сталкивается хоть раз в жизни, сейчас значительно упростились. И могут занимать гораздо меньше времени и практически не отрывать вас от повседневных секущих дел. То есть, миновать очередей лишних поездок в МРЭО и потраченных нервов можно благодаря предварительной записи с использованием единого портала государственных услуг. Пользуясь данной услугой, гражданин в удобное для себя время может записаться на регистрационные действия транспортного средства, выдачу или обмен водительского удостоверения через личный кабинет пользователя. Если вы не зарегистрированы на портале, вам нужно пройти несложную процедуру регистрации. Для этого нужен паспорт, карточка с НИЛС и номер мобильного телефона. Вы указываете свои данные, а по окончании проверки подтверждаете учетную запись. Процедуру можно осуществить в офисах Ростелекома, МФЦ, через Почту России или в кабинете номер 7 в МРЭО ГИБДД. Если вы уже зарегистрированы на портале, вам нужно зайти в личный кабинет, в каталоге госуслуг выбрать необходимую вам услугу, заполнить требуемые поля и выбрать удобное для вас дату, время посещения и подразделение МРЭО. Легко, удобно и просто. Записываешься на сайте госуслуг, в течение 5 минут принимаются документы и ждешь в своей очереди уже на выдачу готовых документов. Я заранее записываюсь на определенное время, к этому времени подхожу и сдаю свои документы. В течение 20-30 минут уже вызывают и я получаю уже готовые документы. Подразделением МРЭО ГИБДД ОМВД России по Рязанской области по адресу Солнечное 1 организовано специальное рабочее место с возможностью выхода на сайт госуслуги.ру, где сотрудники госавтоинспекции окажут практическую помощь по созданию личного кабинета на сайте единого портала государственных услуг, в том числе подтверждение личности, что значительно сократит время регистрации. С начала текущего года в электронном виде предоставлено более 8 тысяч услуг по регистрации транспортных средств, выдачи или замене водительских удостоверений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество оказываемых таким образом государственных услуг значительно возросло. Сегодня в МРЭО, кроме прочего, проходит День правовой помощи, в рамках которого любой посетитель может задать свои вопросы сотрудникам, а те окажут необходимую консультативную помощь. Я приобрела автомобиль. Какие документы нужно, чтобы поставить на учебу? Для регистрации автомобиля в регистрационном подразделении вам необходимо написать заявление, оплатить государственную пошлину, сделать страховой полис ОСАГО и со всеми документами обратиться в любое регистрационное подразделение, которое ближе к вам. Также вы можете подать заявку через единый портал госуслуг и выбрать удобное для вас время и место. Стоит отметить, что в разделе «Ваш контроль» вы можете оставить отзыв, дать объективную оценку работы подразделения в целом и оставить предложение по улучшению работы межрегистрационного отдела. Спокойствие жителей одного из рязанских домов на прошлой неделе нарушило телефонный звонок. В полицию поступило анонимное сообщение о заложенной в жилой квартире бомбе. Сотрудники оперативных служб немедленно выехали на место, но угрозы, к счастью, не обнаружили. Подробности в нашем следующем сюжете. Игры по телефону на опасные темы. На прошлой неделе сотрудникам полиции поступило анонимное сообщение о том, что в одной из квартир на улице Ломоносова заложена бомба. На ситуацию отреагировали мгновенно. Однако при обследовании помещения ни взрывных устройств, ни взрывчатых веществ обнаружено не было. Звонок оказался неудачной шуткой. 36-летний житель Захаровского района, который уже давно проживает в Рязани, поссорился со своей сожительницей. Три дня он злоупотреблял спиртным, а потом решил насолить женщине, заявив, что в ее квартире заложена взрывчатка. И спровоцировал меня туда-сюда, а мне делать нечего было. И зачем я ей-то позвонил, я вообще не понимаю. У меня такого никогда не было в жизни. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за изнасилование и кражу. Неудачная телефонная шутка вновь будет стоить ему свободы. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. По части 1 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации, заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Сейчас мужчина задержан. Ему предстоит выплатить материальную компенсацию за выезд оперативных служб. Также телефонного террориста ждет наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. Сотрудники госавтоинспекции регулярно проводят всевозможные акции и рейдовые мероприятия. Одно из таких – операция «Автобус». Главная цель – проследить за тем, как водитель общественного транспорта соблюдает правила дорожного движения. К сожалению, даже такой тщательный и неустанный контроль не становится полным гарантом безопасности. В минувшие выходные в ДТП с участием маршрутного такси погибли люди. Операцию «Автобус» в Рязанской области сотрудники госавтоинспекции проводят в целях пресечения нарушений правил дорожного движения и повышения безопасности пассажирских перевозок. В течение только прошлой недели инспекторы зафиксировали свыше 400 нарушений, которые совершили водители маршруток. Свежим примером может послужить ДТП на улице Интернациональной, которое произошло 11 декабря. Водитель автобуса «Газ», который двигался по 73 маршруту в нарушении пункта 1314 правил дорожного движения при повороте налево, не уступил дорогу, двигавшимся во встречном направлении автомобилю «Лада Гранта», в результате чего произошло столкновение. В результате столкновения пострадали две пассажирки легкового автомобиля 35 и 56 лет и два ребенка – девочки 6 и 14 лет. Девочек отвезли в больницу, взрослым оказана помощь на месте. Две пассажирки маршрутки тоже получили травмы. Одной оказали медицинскую помощь на месте, другую пришлось госпитализировать. Для пресечения таких ситуаций сотрудники госавтоинспекции призывают каждого не быть безучастным. Обращаем внимание граждан на то, что если вы являетесь свидетелями грубых нарушений правил дорожного движения со стороны водителей маршрутных транспортных средств, зафиксируйте эти нарушения на видеоаппаратуру и направьте в госавтоинспекцию. Только совместными усилиями нам удастся предотвратить дорожно-транспортные происшествия с общественным транспортом. В операции «Автобус» полицейские используют автомобиль скрытого патрулирования. Нарушители приглашают в управление ГИБДД, где с ними проводят разъяснительные профилактические беседы, показывают им зафиксированные нарушения и составляют протоколы об административных правонарушениях. В Рязани подвели итоги Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества» на лучшем водолазом области, признали Дмитрия Ткаченко. О любви к работе и профессиональных секретах его материали Галина Ершовой. Погружение под воду зимой и летом. Водолаз Дмитрий Ткаченко стал лучшим среди рязанских специалистов. Свою карьеру он начал в конце 80-х в Севастополе. С тех пор Дмитрий объездил всю Россию, обслуживал атомную электростанцию и 28 лет не изменял профессии. Каждый спуск под воду, он учитывается, записывается время, все это заносится в личную их книжку. Вот у него набралось уже 5000 заявок, весь срок его службы. У меня почти в два раза меньше. У водолазов, с которыми он работает, которыми командует, у них еще по тысяче ни у кого нет. Делиться опытом с молодым поколением и в то же время постоянно учиться. Вот принципы работы Дмитрия Ткаченко. В свои 45 лет он находится в отличной физической форме, занимается плаванием, зимой регулярно совершает тренировочные погружения, чтобы повышать квалификацию. А вот летом почти каждый день выезжает на место трагедии. Работа водолаза заключается в том, чтобы найти и поднять на поверхность утонувших людей и автомобили, а также обнаружить в водоемах области вещественные доказательства для помощи в раскрытии преступлений. В районе Канищево в пруду надо было найти вещественные доказательства в виде ружья. Ориентировочное место нам показали, мы его нашли. Место было очень заилино, очень много было камышей. Ну, повезло, можно так сказать. Но везет сильнейший. Для работы водолазы облачаются в гидрокостюм. Он весит 1-2 килограмма. Утяжеляющие сапоги из резины и свинца добавляют еще 16. А полное обмундирование со всеми грузами и аппаратом весит целых 50 килограммов. Работа осложняется еще и тем, что ориентироваться в толще воды приходится исключительно на ощупь, ведь прозрачных рек в Рязани нет. Местность прочесывают по квадратам, а связь с поверхностью держат через сигнальный конец. Сигнал к водолазу. Раз дергаешь, водолаз тебе должен ответить. Как себя чувствуешь? Самый любимый сигнал водолаза – раз, два, три, иди на выход. Раз дергаешь, два раз трясешь. Иди направо. Два раз дергаешь, трясешь, иди налево. Работать водолазом тяжело физически и психологически. Но Дмитрий Ткаченко не боится сложностей. В 2007 году он получил седьмой разряд. Это высший разряд среди водолазов. С таким защитником рязанцы могут быть уверены, что спрятать в воде следы преступления не удастся, а значит, виновные в его совершении будут наказаны. По Украине, России, а также дальнему и ближнему зарубежью прокатилась волна русских песенных флешмобов. Наш город не остался в стороне. И в пятницу на вокзале «Рязани-1» горожане от души поддержали, будто бы спонтанную акцию и спели известные песни. В здании вокзала «Рязани-1» обычный вечер превратился в вечер песен. Посетители спокойно сидели на креслах и вдруг начали петь. В флешмобе принял участие настоящий хор. Постепенно к хору начали присоединяться обычные граждане. Подобного рода перформансы вызывают интерес у людей и поднимают настроение даже тем, кто находился в своих личных раздумьях, читая газету. Люди совершенно разных возрастов присоединились к исполнению русских произведений, таких как «Песня о тревожной молодости», «Подмосковные вечера», «Надежда». Организаторы поделились мнением, почему они решили принять участие в этом флешмобе. Вот нас позвали, мы тут же пришли выразить свою солидарность со всеми людьми, которые хотят жить в мире, которые хотят стоять друг за другом стеной. И мы очень хотим, чтобы наш голос был услышан. Он маленький, но если эти все маленькие ручейки сольются вместе, то, наверное, у нас не будет слез. Многие сейчас обеспокоены политической ситуацией в мире, воинами. И некоторые граждане считают, что объединяясь хотя бы в таких флешмобах, они могут сделать мир и людей счастливее. Организаторы признались, что впредь они с удовольствием будут принимать участие в подобных мероприятиях, направленных на создание мира, дружбы и солидарности, к чему призывают и рязанцев. На этом все. Новости и другие авторские программы смотрите на нашем сайте город62.тв. Прощаюсь с вами и желаю хорошего продолжения дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова